Вести Карачаева, Черкесия В Медногорском открыли памятную доску Владиславу Брюханову, погибшему при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине и посмертно удостойному Ордена Мужества. Более 65 тысяч жителей Карачаева-Черкесии получили прививки против сезонного гриппа. Итак, главным новостям. Карачаева-Черкесия Рашид Тимрезов провел оперативное совещание по вопросам реализации указа президента о частичной мобилизации. Военком республики Сергей Белобородов доложил о ходе призывной кампании. Председатель правительства Мурат Аргунов проинформировал о результатах работы по централизованному приобретению дополнительного снаряжения для мобилизованных. В дополнение к общему списку снаряжения Минобороны по поручению главы правительства республики приобретают теплые вещи и обувь, спальники, аптечки с расширенным списком наименований. Рашид Тимрезов также дал поручение за семьей каждого призванного военнослужащего закрепить социального работника, который будет находиться в постоянном контакте с семьей. Будет содействовать решению бытовых социальных вопросов особенно малоимущим семьям и семьям, где болеют дети или пожилые родители нуждаются в постоянном уходе. Должен быть разработан реальный механизм социальной защиты и помощи этим семьям. Главы муниципальных образований должны держать эту работу на особом контроле, подчеркнул Рашид Тимрезов. Рашид Тимрезов также провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Республики Наурузом Лепшоковым, который был назначен на эту должность указом президента страны в августе этого года. Обсуждены различные вопросы деятельности судебной власти на территории Карачаева-Черкесии, в частности, взаимодействия с органами государственной власти и исполнение поручений, озвученных президентом страны на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. Председатель Верховного суда Карачаева-Черкесии Науруз Лепшоков также озвучил основные приоритеты в работе по дальнейшему укреплению авторитета судебной системы Республики. Это информационная открытость, применение различных информационно-технологических решений, постоянное повышение квалификации судей различных инстанций. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел совещание с членами правительства по итогам своих встреч с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и гендиректором группы «Газпром» Межрегионгаз Сергеем Густавым. На вышеупомянутых встречах одно из лишений казалось расширение перечня льготных категорий граждан. Рашид Темрезов дал поручение правительству проработать вопрос поддержки всех заявителей по социальной газификации в части строительства газовой инфраструктуры внутри земельного участка заявителя. В рамках договоренности главы республики с руководителем «Газпрома» о сокращении сроков проектирования и строительства газопровода в Учкуланском ущелье Темрезов дал поручение провести необходимую подготовительную работу. После завершения строительства объектов газификации магистрали Карачаевск-Тиберда следующим направлением газификации станет Пхия. В поселке Медногорском открыли памятную доску Владиславу Брюханову, погибшему при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине и посмертно удостойному Ордена Мужества. Доска установлена на здании лицея, где он учился. В памятном мероприятии приняли участие родные и близкие военнослужащего, представители районной и местной администрации, учителя, школьники и юно-армейцы. Владислав погиб в начале марта этого года при исполнении служебного долга в поселке Николаевка Херсонской области, проявив мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Собравшиеся минутой молчания почтили память погибшего и возложили к мемориальной доске цветы. В день сотрудников ОМОНа замначальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии полковник полиции Эдуард Чумаев и начальник отделения кадров терроргана полковник полиции Мадина Каблахова поздравили бойцов ОМОНа «Мустанг» с профессиональным праздником. Полковник полиции Чумаев поблагодарил сотрудников отряда за добросовестную службу, преданность своей профессии и пожелал крепкого здоровья и успехов. «Вы – пример мужества и стойкости преданного служения нашей Родине и ее народу. Вы вносите значительный вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом, охраняйте покой сограждан», – отметил полковник полиции Эдуард Чумаев. Отличившимся бойцам были вручены почетные грамоты. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам Донецкой и Луганской народных республик, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зураба-Бимурсова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Отделение Народного фронта Карачаево-Черкесии направило очередную партию гуманитарной помощи жителям Луганской Народной Республики. В этот раз отправили детскую мебель, инвалидное кресло, предметы личной гигиены и многое другое. Груз сформирован при спонсорской поддержке. Так, новые детские двухъярусные кровати для многодетной семьи из Луганска предоставила мебельная фабрика «Смирнов мебель». Жительница Черкеска Нина Государева предоставила инвалидную коляску иконой сборники стихов. Подробную информацию про акцию можно получить на портале победа.онф.ру. Все желающие могут принять участие в сборе гуманитарного груза. Пункт сбора помощи находится на базе регионального отделения Народного фронта в Карачаево-Черкесии по адресу город Черкесск, улица Ленина, 34. Президент страны Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказывает гость студии, старший инспектор группы по вопросам гражданства соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии, капитан полиции Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан. То есть граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта. Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам медосмотр уже не нужен. Они ранее проходили медицинское свидетельство. Заявления и фотографии. С ними они могут... Ну вот эта упрощенная система приобретения гражданства России. Должны лично обращаться в управление по вопросам миграции. То есть есть в Черкесске управление с документами, которые у них имеются. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона с начала года приобрело 30 квартир для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Всего за текущий год будет приобретено 40 квартир. Жилые помещения переданы в республиканскую казну на баланс Минимущества для дальнейшего предоставления детям-сиротам. 30 квартир сейчас получат дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья. Они первые в очереди на приобретение жилья. На сегодняшний день в списке детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, специализированного государственного жилищного фонда состоит 644 человека. В Черкесске продолжается реконструкция торговых точек на остановках общественного транспорта. Полностью готовы два объекта. Работы продолжаются на 17 из них. Большинство точек, расположенные по проспекту Ленина, в едином стиле планируется также оформить торгово-остановочные комплексы по улицам Октябрьской, Ставропольской и другим. Работы ведутся в рамках мероприятий по улучшению внешнего облика города. Типовой проект разработан по поручению мэра Черкеска. Он предусматривает использование только сертифицированных материалов, имеющих качественную и прочную окраску. В Черкесске на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и местных общественных приемных партий проходит неделя приемов граждан старшего поколения. Приемы граждан ведут депутаты всех уровней, сенаторы Российской Федерации, а также представители профильных министерств и ведомств. 5 и 7 октября прием проведут представители Минтруда и соцразвития Карачаева Черкесии. Приемы проходят по адресу Черкесск, проспект Ленина, 154, с 10 до 13 часов. Отметим, записаться на прием можно любым удобным способом. Прийти лично в приемную, либо записаться по телефону 8 878 2 20 12 12. В Карачаево-Черкесии продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. На сегодняшний день прививки получили более 65 тысяч жителей Карачаевой Черкесии, из них 20 075 человек – дети. Всего в наступившем эпидсезоне для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции, предстоит привить около 60% населения республики. Штаммовый состав вакцин для нового эпидсезона немного изменен. Периодическое обновление вирусов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для сохранения их эффективности, поскольку вирус постоянно эволюционирует. В целом в республике эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены. В селе Первомайском Малокарачаевского района создан филиал Карачаево-Черкесского медицинского колледжа. В учебное заведение уже поступило 125 студентов. Они пройдут обучение по таким направлениям, как лечебная деятельность, сестринское дело и фармация. На территории поселка Архыз прошло оперативно-профилактическое мероприятие в сфере безопасности оказания услуг туристам. Сотрудники полиции проверяли техническое состояние транспортных средств повышенной проходимости, задействованных в пассажирских перевозках по пересеченной местности. Также автомобили, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД, выявлено 28 административных правонарушений. МВД Покарачаево-Черкесии обращается к жителям и гостям республики. При намерении осуществления экскурсий и экстремальной поездки на внедорожниках, убедитесь в том, что это безопасно. Требуйте у перевозчиков, чтобы автомобили были оборудованы ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. Проверяйте разрешение на перевозку пассажиров и наличие лицензий на данный вид деятельности. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в рамках социальной программы получили от оператора связи МТС 50 современных GPS-трекеров, которые помогут обеспечить безопасность туристов и альпинистов. Вручение умных приборов прошло на станции Горобаши, где установлена самая высокогорная в России вышка сотовой связи. С помощью умных трекеров в случае происшествия или чрезвычайной ситуации они смогут отправить сигнал с просьбой о помощи, а спасатели получат точные координаты с местоположением туриста и оперативно смогут оказать помощь. С началом отопительного сезона сотрудники главного управления МЧС России по Крачаевой Черкесии проводят подворовые обходы в жилом секторе. В эти дни инспекторы территориального отделения надзорной деятельности по Урубскому району организовали инструктажи с населением Станицы Преградной. В отопительный сезон в регионе возрастает риск возникновения пожаров в жилых домах. Участники профилактической акции разъяснили жителям основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний период. Проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности администрации поселения проведена в Адыгехабльском сельском поселении. Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Адыгехабльскому и Ногайскому району проверили документацию по пожарной безопасности, системы и средства оповещения автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, их расположение и исправность, а также планы эвакуации, комплектацию пожарных счетов и пути подъездов пожарных расчетов. С сотрудниками было проведено занятие на противопожарную тематику. С 10 по 14 октября в Центре «Мой бизнес» пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства». Особенностью обучающей программы «Школа предпринимательства» является получение участниками практических инструментов для создания и развития бизнеса. В ходе школы участники разберутся в анализе бизнеса, тонкостях управления предприятием и человеческими ресурсами, маркетинге, калькуляции себестоимости, бухучете и многом другом. Для записи звоните по номеру 8-928-033-3107. На Медовых водопадах при поддержке главы республики в юбилейный десятый раз отметили праздник Айрана. Традиционный международный фестиваль карачаево-валкарской культуры собрал около 5000 гостей из разных регионов страны. После официального открытия участников пригласили отведать Айран, приготовленный по старинному национальному рецепту из 500-литровой чаши. В рамках фестиваля для гостей были организованы мастер-классы по изготовлению традиционного карачаевского айрана, балкарских и карачаевских отчинов, отведать которые мог каждый желающий. Кроме того, прошли выставки, ярмарки вязаных шерстяных изделий, платков, национальной одежды, кузнечных изделий и карачаево-балкарских ножей. Праздничную атмосферу поддерживали яркие концертные номера национальных коллективов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. По сообщению синоптиков, сегодня по республике преимущественно облачно, местами дождь в горах с мокрым снегом. Днем в горах и в отдельных районах сильный дождь, местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 15-20 градусов тепла. В горах местами 7-13 градусов выше нуля. В Черкесске небольшой дождь, ветер 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Это были все главные новости Карачаевой-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаевой-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства – телефон для справок 8-878-2-26-36-32. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.